доброе утро всем я сегодня встал и думал хочется мне каши я обожаю каши молочной это моя стала сегодня рано чарли разбудил зараза сварила тата рисовая кашка кто любит такие кашки рисовой я просто обожаю и на завтрак у меня будет сегодня это вкуснятие а запах стоит нереальный в общем я подумала подумала суши не хочу я вчера объелась хотя там у меня есть еще больше чем половина суп тоже не хочу окрошку забаться себе у меня все для этого есть зеленый лук ветчина редиска огурец яйца отварила еще холодную воду залить так что окрошки быть быть или не быть в чем вопрос нет это другая песня очень буду резать буду бить все равно окрошки быть я уже все настругала сейчас добавлю кефир и водички конечно в идеале было бы газированной добавить но где я сейчас достанешь поэтому добавим обычный и все моя окрошка готова окрошка окрошка пойдем копать мартошку теле теле трали вали это мы не проходили это нам не задавали всем приятного аппетита у нас тут 8 часов я пока занималась все вышли хлопать это уже традиция восьми часовая на солнышко вышло ой что-то там может делать он что там обеззараживать что все сам потому что прям как-то поливает видите странно может быть знаете хлоркой и обеззараживает фиг его знает ну да чё-то попахивает знаете чем дустом я даже не похлопала я пошла дальше заниматься меня тут отвлекли я в самом процессе новую девочку включила вообще не знаю ни одного движения она влево я вправо это трындец я так не люблю когда по-новому поэтому мне нравится заниматься с нашими кс которые спортклуба потому что я знаю движение это они уже новых песен новых сделали в общем да дальше пляшем а кто-то ко мне пришел папа столь идет да папа столь идет идти ко мне пришел а мама пляшет да да у меня чико не радость моя слышите это кто-то на пианино действительно играет потому что им хлопают все он уже тут нужно сколько времени играет и вот как закончит ему все хлопают здесь или ей не знаю кто красивый город кстати я обожаю пианино знаете я в детстве вот у нас в деревне же я училась я уже вам рассказывал если хотите у меня есть видео не помню как называется в общем о том что я в деревне росла и у нас там я всегда у меня была мечта играть на пианино я вообще человек знаете артистичный музыкальный я везде выступала на всех концертах в общем везде и в кого я не участвовал везде и вот у меня была мечта научиться на пианино помню я даже рассказывал об этом на пианино научиться играть но у нас деревне к сожалению не было пианино было учительницы но не было пианино был аккордеон я на к на аккордеоне училась пару лет в детстве я чет чем только не занималась а вот на пианино всегда мечтала играть но сейчас уже уже не очень но мне очень нравится как я вообще люблю музыку ведь вот это опять прибежал ко мне ведь и опять прибежал ко мне да где ты опять ко мне прибежал так вот он прибежит убежит прибежит над тела тет и чего ты всё идти к нам да все ты ты тетет видик так вот убийстве так что ты весь так что вот так вот у нас концерт я сбуду бельё сниму Ой, тетя испугался, 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 да, испугался. Ой, сладкий такая моя рыбка. Соберу белье и пойду. И что пойду делать? Чаю, наверное, выпью. Жрать уже нельзя. Все, ларек закрылся. Время уже, наверное, около 9. Да, без 5-9. Так время быстро прошло. Слышите, закончила играть, ему все хлопают. Развлекаются, как могут люди, а что делать? Иначе никак. А иначе у нас никак не получится. Я хожу туда-сюда, круги наяриваю. Я, смотрите, раздетая. Мне не холодно. Ну, конечно, после спорта-то какой холод может быть? Хожу тут вещи, складываю, не складываю. И знаете, что думаю, наверное, весенние вещи. Завтра буду гардероб разбирать и убирать весенние вещи. Потому что мы до мая точно не выйдем на улицу, а выходить сейчас я вообще никуда не ухожу. А если выхожу за продуктами, то в спортивной одежде. Никакие платья не надеваю, чтобы никакой вирус не цеплялся на мои платья. Потому что смотрю, много брюк, много штанов, а я летом их не ношу. В общем, так оставлю. В общем, завтра хочу заняться этим. И хоть чем-то, короче, заняться. Так что буду сейчас переодеваться. В душ пойду. Такой вот день. Мне что-то надоедает уже. Надоедает день сурка. Встаешь. Сегодня хоть солнышко выглянуло. Не все так страшно. Закат у нас, конечно, красивый. Вот. Поэтому на пианино услышали концерт. Что? Ничего. Скоро все пройдет. Еще устанем работать. Интересно. Вы знаете, что я думаю? А вот когда все выйдут работать, вот, будут работать, отпуска у них будут или нет? Вот интересно, а? Ладно, я. Я там, когда хочу, тогда у меня и отпуск. А вот люди, которые действительно на работах. Вот если вы работаете, друзья, скажите, пожалуйста, у вас будет потом отпуск? Летом. Или уже вот это вот есть отпуск? Типа его перечислят как отпуск и все. Вот интересная, да? Тоже тема. Надо как поспрашивать кого-нибудь. Какой-то день сегодня, ничего неохота делать. Даже лежать неохота. Время уже восемь. Что-то прохладненько, знаете? Уже жилеточка моя высохла. Можно и надеть. Вышла на сумму уже заниматься. Не то, что неохота, а просто, что делать-то? Чем себя занять-то? Ну как, что делать-то? Все. У меня резерв истяк. Больше не знаю, что делать. Полы каждый день моем. Мужик опять наяривает круги. Уже эта ситуация прям как-то... Кстати, сейчас вам расскажу про ситуацию. Кому не нравится, можете выключаться. Это будет заключительная часть влога. Вот. Сейчас сниму ее, потом влеплю в заключительную часть. А вам расскажу немножко, что почем и как у нас тут. Найдем источники. Источники, источники. В общем... Так, присяд. Что? Все серьезно. Немножко расскажу вам, что у нас почем и как. Так, в общем, на данный момент, на сегодняшний день у нас 157 тысяч 22 человека заражены. Из них 15 тысяч 843 умерли. Но выздоровели 55 тысяч 668 человек. То есть, я думаю, что это хорошая цифра. Кстати, по показателям мы идем по смертности впереди. Но и по выздоровленным тоже впереди. Ну, не считая там Китая. Китай вообще. Я вообще читала и смотрела и давно, ну, как бы подозревала, что все говорят сейчас, что Китай занизил очень сильно свои цифры о смертности. О том, сколько человек умерло у них. Ну, я тоже так думаю, что это нереальные факты, потому что столько заболевших и совсем мало умерших. Такого не может быть, глядя на другие страны. Вот. Так что вот так вот. Но у нас сегодня умерло 600 с лишним человек в день, да, именно от коронавируса. И это самый низкий подсказатель за последние две недели. Поэтому твердо и уверенно нам говорят, что мы идем на очень такое неплохое, на улучшение. А в эти дни вообще должно быть все хорошо, потому что все закрыто. Праздники у нас, праздники, святая неделя, страстная неделя заканчивается. И, в общем, завтра вообще все будет закрыто. Сегодня работал до обеда, ну, я имею в виду все, магазины продуктовые. Завтра вообще они, по-моему, не откроются. В субботу до обеда только будут работать. Но у нас, знаете что, у нас все равно люди безответственные и долбанутые. Потому что все ринулись с Мадрида или вот, короче, с центра Испании, все ринулись на пляжи, на прибереговые зоны, скажем так. Куда? Зачем? Зачем они сюда едут? Куда? На море походить? Мы не ходим, они будут ходить? Сегодня, говорят, очень много было постов ГАИ, штрафовали вообще всех и каждого. Говорят, все пошли спортом заниматься на море. Ну, вот как я раньше ходила, вот они все ломанулись. И полиция их, короче, всех штрафовала. Штраф в основном штрафуют 600 евро. Есть там от 300, да, и до. Но в основном всех штрафуют 600 евро. Потому что мне вот моя клиентка говорила, что у нее друга ее сына оштрафовали. Ну, в основном, знаете, кого штрафуют? Малолеток, скажем так. Тем, кому за 18 вот такие вот, которые ночью вышли и пошли непонятно куда, их вот штрафуют. 600 евро. Если успеешь за 2 недели заплатить, то 300. И вот, короче, все машины, вчера и позавчера было много постов ГАИ. Все машины вот ломанулись к нам сюда. И их разворачивали, штрафовали и разворачивали, и обратно они домой. Какие-то люди вообще долбанутые. Сказали же, сиди дома. Ну, как можно головой своей этой, что они приехали и что они тут будут делать? Так же сидеть дома, правильно? Не знаю, безответственные какие-то. Я вообще уже начинаю злиться на таких людей, которые не сидят дома, которые куда-то им надо идти. Потому что я не верю, никакого вируса нет. И шалындают по городу, заражают других и остальных. Из-за таких тварей, иначе я их не назову, я буду сидеть на карантине 2 недели больше, 2 недели больше, 2 недели больше. Потому что те, которые не верят и не хотят сидеть дома, будут заражать всех остальных. Потому что я-то не буду заражать, потому что я дома сижу. А они такие неверующие, Фомы, такие они смелые, ходят, блин, и из-за таких козлов вот я сижу на этом грёбанном карантине ещё две недели, ещё две недели, ещё две недели. Если уж вы такие смелые, сидите дома, хотя бы думайте о других. Вот я не такая смелая. Так, что ещё хотела? Что-то хотела сказать такого. А, есть и хорошие новости. У нас с понедельника выходит, у нас то есть сейчас не строители, никто не работает, а с понедельника выйдут на работу. Уже некоторые выйдут на работу. В общем, не знаю, кто именно, но строители, по-моему, выйдут на работу. Даже там уже где-то в проекте, что и парикмахеры выйдут на работу. В общем, скоро выйдем на работу. Будем надеяться, что всё это закончится. Долбанутые люди, которые не верят, останутся и будут сидеть дома. И не дай бог, что у них в семье кто-нибудь заразится. И только тогда они поверят в это. Вот. Море шикарное, конечно, такое прям. Я отсюда сижу и смотрю. Класс. В общем, вот такие у нас новости. Вроде бы неплохие. Вроде бы говорят только всё, что идём на улучшение. Всё у нас будет хорошо. Вот посмотрим в понедельник. Почему в понедельник? Потому что как раз вот эти праздники подведутся, итоги. А ещё у нас, знаете, сегодня я считала по Матрилю. Это где я живу. Пришли тесты. И уже в таких вот организациях, например, в престарелых домах, в медицине. В общем, применяют уже тесты. И таким образом выявляют заразившихся. Поэтому сейчас очень много разрастёт заболевших. Потому что проходят тесты. И таким образом хотя бы их выявят. И они останутся дома и не будут ходить заражать других. Потому что я ещё раз говорю, что может быть и не страшен он вам. Может быть я и проболею. Знаете, два раза чихну. Но вот этим два раза, что я чихну, я заражу ещё 10-15 человек. И из этих 10-15 окажется какая-нибудь бабушка, которая умрёт по той причине, что я на неё просто взяла и чихнула. Представляете? Вы готовы нести такую ответственность на своих плечах? Только потому, чтобы просто громко крикнуть. Я смелая, я не боюсь, я не верю. Я нет, я не готова. Поэтому сейчас займусь зумбой, буду плясать. А с вами я буду прощаться всего самого наилучшего. Всем пока-пока и сидите, твою мать, дома.